ребят и всем привет привет ребята мы сегодня как всегда в гаражах олег чего все вы готовить все и будем готовить супер крутые черные бургеры как обычно прямо покажем что нам для этого потребуется а кстати был вопросу там на заднем фоне у нас постоянно газель стоит сейчас стоит газелька не наша кто спрашивал пойдем сегодня у нас огромное количество ингредиентов потому что рецепт сложный в принципе я думаю что мы сегодня здесь вообще на весь день мы начнем с основного это мясо мы взяли вырезку телячью такая нежнейшее мясо я думаю для котлеток для бургеров подойдет в самый раз также нам потребуется бекон сыр мы взяли не чеддер чеддер нигде не нашли взяли просто для чизбургеров не знаю название яйца там наверно 3-4 штуки нам потребуется помидоры красный лук салат айсберг головка чеснока маринованные огурцы дрожжи кунжут также что бургеры стали черными нам потребуется активированный уголь трясниковый сахар перетолкем его потому что песка не нашли сахар и темный сахар также нам потребуется томатная паста горчица в зернышках такая горчичка сладкая паприка соль перец молоко мука бустер шерский соус уксус у нас яблочный винный можно использовать но лучше наверное видно у нас я лучше и также подсолнечное масло начнем приготовление с того что замесим тесто и поставим отдохнуть потому что тесто больше всего делать приступим у нас теплая вода здесь чайники и молоко качество мерного стакана такой будем использовать мы будем использовать по 250 миллилитров воды и молока соответственно но у нас я думаю получится не знаю большое количество булочек штук 10 точно поэтому если вы будете делать меньшее количество рассчитывайте ингредиенты у нас по 250 миллилитров в равную долях и также молока столько же молока напоминаю что вода у нас теплая и добавляем сюда пачку дрожжей по дрожжам то же самое если вы будете меньшее количество готовить булок уменьшайте там в два раза наши пропорции допустим все значит пол пачки вам потребуется всыпали пачку дрожжей теперь перемешаем все дадим постоять минутах 10 а сейчас пока перемолим ступки активированный уголь на наше количество ингредиентов для теста будем использовать 50 таблетки активированного угля не удивляет сейчас кто-то наверно напишет куда так много но мы реально хотим что бургеры получились черные и активированного угля по моему вреда вообще никакого бьют просто так там таблетку на 10 килограмм веса то есть пачку можно я допустим могу пачку выпить просто так смело угля и ничем поэтому закидываем пока в ступку и будем перемалывать высыпали таблетки сейчас перемоли молится хорошо прям вообще в пыль вообще конечно чтобы они стали черными сами булочки используют чернила кракатицы ну не знаю говорят что у них вкус не очень и у нас нет доступности здесь в магазинах тоже поискать еще надо поэтому будем таким способом действовать я думаю все ели активированный уголь ничего в этом такого нету молится кстати очень хорошо все поближе вот такой порошок получился всыпаем также его сюда в молоко и воду он начинает шипеть час все равно все растворится в однородную массу я думаю что должно хватить чтобы тесто стало черного цвета сейчас все перемешиваем перемешали но такого цвета у нас получилась водичка не совсем черная поэтому у нас еще есть 20 таблеток я думаю еще 20 добавим вот помололи еще перетерли 20 таблеточек еще разочек все перемешаем тщательно прошло 10 минут как у нас постояла наша жидкость с дрожжами теперь добавляем 2 яйца вру 3 яйца также добавляем подсолнечное масло 4 ложки но у нас ложка такая средняя она не столовая не чайная 2 столовых ложки будет достаточно и 4 замешаем опять теперь добавим соль олег сколько соли соли где-то одну 32 жмение и на самом деле чайную ложку можно чуть больше на наше количество достаточно и теперь будем добавлять муку соответственно сначала ее просеивать мы будем использовать 800 грамм приблизительно муки на наше количество поэтому погнали просеиваем добавляем ребят не переключайтесь у нас минутка пиара наш с вами кэшбэк сервис letyshops.ru празднует свой день рождения с чем мы его и поздравляем для тех кто еще не знает что это такое это сервис который позволяет вернуть часть потраченных денег с покупок в интернете сервис существует уже три года дает возможность принять участие в акции где будет большая распродажа повышенный кэшбэк и подарки большую часть подарков можно получить выполняя простые действия например установив расширение letyshops.ru сегодня возвращает деньги с интернет покупок для более чем трех миллионов пользователей по всему миру более 900 магазинов на любой вкус и все случаи жизни не упусти свой шанс сэкономить на покупках и выбирай крутой приз от лети празднуем вместе ссылочка будет внизу в описании вот просеяли 800 грамм муки приблизительно может быть там 700 750 но не мерили точно рассеяли муку теперь замешаем тесто так судя по виду мне кажется что придется немножко муки добавить еще вообще должно получиться тесто конечно мягкое но даже с рукам должно слегка липнуть не совсем тугое но все-таки я вижу что еще грамм 100 муки надо просеять вот добавили просеяли еще 100 грамм муки вымешиваем руками хорошо тесто вымесили тесто висели порядка десяти минут вот слегка ну к рукам липнет но и так и должно быть не надо совсем твердо делать такого необычного цвета тесто получилось вот формируем колобок такой и в теплое место убираем где-то на часик чтобы она у нас поднялось пока подходит тесто мы займемся приготовлением фарша для этого порежем наше мясо ну на куски чтоб мясорубка уходили мясо можно чуть-чуть жирком выбирать вообще в идеале конечно мраморную говядину но дороговато она стоит поэтому будем делать из телятина все начинаем прокручивать включаем мясорубку все перемололи фарш с крупной насадкой чтоб он более крупный был ну потому что котлета так вкуснее на мой взгляд получается сейчас вымесим его не лук не чеснок ничего сюда не добавляли у нас было два килограмма фарша все перемололи его теперь посолим соли где-то пол жмени не два раза вот по четвертинки достаточно также добавим немножко паприки вот такое количество даже можно еще чуть у нас два килограмма полторы вот ложки но одна столовая ложка на наше количество есть ложка столовых мерить теперь добавим в устарширский соус грамм наверное 50 30-50 грамм примерно кстати очень вкусный соус кто не пробовал советую вообще к мясу подходит просто отлично для маринадов достаточно и черный свежемолотый перец по вкусу я сейчас добавлю с этой стороны немножко порядка пол чайной ложки потом немножко помешаю еще также добавлю все фарш кроме соли перца и соуса в устарширского ничего не идет никакой лук никакой чеснок это у нас ну не котлеты домашние тщательно вымесили фарш около 10 минут я его месил отставляем в сторонку куда-нибудь в прохладное место если дома готовите в холодильник приступим к приготовлению соуса для соуса мы сейчас порежем лука чеснок лук порежем меленько и чеснок также не давить а именно мелко порезать как можно мельче порежем лук теперь порежем также мелко чеснок для этого надавим на него и просто как-то меленько совсем в кашу не надо превращать что такие маленькие кусочки были просто гораздо проще конечно через чеснокодавку это сделать лук и чеснок подготовили теперь зажигаем горелочку плитку там у кого что есть у нас на гриле тут сбоку есть ставим сковородку наливаем немножко подсолнечного масла или оливкового без разницы пару столовых ложек достаточно огонь сделаем немножко поменьше чуть ниже среднего выкладываем сюда лук и чеснок и будет пассеровать в течение двух-трех минут чеснок и лучок наш мелко нарубленный все и на среднем огне даже чуть ниже среднего пассеруем ну две-три минутки пока он не зазолотится главное чтобы он не начал гореть чуть-чуть так до прозрачности все процесс у нас идет потихонечку на среднем огне у нас поджаривается лучок с чесночком я думаю еще минутку полторы и все будет достаточно прошло пару минут вот так слегка припустили лучок с чесночком не допускаем подгорания чтобы он не начал чернеет добавляем сахар коричневый сахар у нас три ложки чайные также все это перемешиваем чтобы у нас лучок закармелизовался вот сахар уже плавится видно весь растворился практически закармелизовали лучок все сахар растворился теперь добавляем паприку паприки добавим примерно столовую ложку достаточно также перемешаем теперь добавим томатную пасту около пяти столовых ложек у нас такая с горочкой это как одна столовая одну ложку горчицы сладкой если нет такой сладкой можно и обычной примерно 4 столовые ложки бустерширского соуса и одну столовую ложку уксуса у нас яблочный теперь все тщательно перемешаем по консистенции если сильно густой будет можно немножко кипяченой водички добавить солить не будем так как устерширский соус соленый единственное добавим немножко черного перца свежемолотого тоже кто как любит немножко соус у нас в принципе нормальный по консистенции но его надо примерно 2-3 минуты довести до готовности поэтому мы добавим немножко кипяченой воды грамм 30 наверное она у нас как раз выпарится за это время ну грамм 50 и он будет такой же консистенции просто ему надо под крышкой немножко потушиться сейчас все перемешаем такой интересный соус получился накрываем крышкой еще пару минут его потушим 2-3 минутки на самом слабом огне и все снимаем соус будет готов прошло 2 минутки наверное 2-3 как он у нас тушился вот такой консистенции выключаем плиту он в принципе еще загустеет потом сейчас займемся выпеканием булука по запаху просто обалденный ну и по виду тоже мне нравится оставляем пока забываем про соус теперь займемся тестом под пленкой у нас постояла вот так вот оно подошло черный цвет получился вытаскиваем его аккуратненько еще разочек помесим немножко все будем резать на части я думаю частей на 10 его разделить на 10 булочек попробуем вот такого вот размера делать какие то будут побольше какие то поменьше но это ничего страшного у нас не макдональдс вот так вот разделили тесто теперь делаем шарики из него противень застелили пергаментом и будем примерно я думаю вот такие булочки формировать все сейчас налепим включимся покажем что у нас получилось слепили булочки ну не совсем они у нас круглой формы идеальные получились но я думаю как они будут печься все равно они станут не идеально ровными 9 штук десятую не будем доделывать потому что на противень влезло только 9 подождем буквально минут 10-15 пока они поднимутся вот первые которые я клал уже можно посмотреть они уже поднимаются сейчас немножко поднимутся и будем выпекать их прошло 15 минут булочки у нас слегка поднялись теперь смазываем сверху немножко молоком каждую булочку смазали булочки молоком у нас кунжут есть и теперь посыпаем кунжутом кунжуты наверное одну четвертую жменью используем на все булочки я имею ввиду но это кто как любит можно чуть побольше чуть поменьше разогрели гриль до 170 градусов и теперь ставим сюда выпекаться наши булки я думаю минуток на 20 а там посмотрим будем смотреть периодически минут через 15 заглянем первый раз вот так и под крюшечку все ждем 15 минут через 15 откроем посмотрим как они там себя чувствуют прошло у нас 15 минут самое время заглянуть вот такие у нас булочки красивые десятый все-таки кстати уместили сверху так положили проткнем зубочисткой все равно немного чувствуется что сыроватое тесто внутри поэтому я думаю минуток 10 мы точно еще оставим минут на 10 а то и на 15 и тогда будет точно готово ну красивые булочки получаются мне уже нравятся ну а пока у нас есть свободное время мы подготовим другие ингредиенты уже для для того когда будем собирать бургер для этого лук красный порежем колечками помидоры также кольцами маленькими колечками ну или посмотрим там плоскими какими-то огурчики маринованные и также салат ну такими квадратиками в общем сейчас порежем потом покажем как порезали потому что ну неинтересно я думаю на это смотреть потом включимся покажем как это сделали все-таки решил показать на чем заострить внимание это как салат будем резать в принципе вот так листы отходят от него режем просто полосками изначально просто большинство бургеров когда делают там кладут целиком листы начинают там на него выкладывать ну во-первых есть не очень удобно не знаю мне кажется что так будет лучше ну а с другой стороны это инка рецепт поэтому я решил сделать так и вот такими квадратиками не совсем мелкими такими довольно крупными откладываем в сторонку на бургере потом это будет смотреться просто вот так будем накладывать и получится как целый лес ну все в общей сложности полчаса у нас пеклись булки мы попробовали немножко отрезали одну они готовы теперь будем выкладывать и разрезать пополам вот такие красивые булочки получились все булочки готовы теперь разрезаем примерно пополам вот такие они внутри получились мягенькие нижние части сейчас будем подрумяним немножко чтобы они сильно соус в себя не впитали подрумяним слегка классно кстати получилось прям глаз радуется порезали все булочки наши сейчас по 4 штучки обжарим чтобы не перепутать нам крышки с этими не обжарим а прям буквально по 2 минутки на сильном жаре чтобы булочка не размокла потом как будем соусом смазывать сразу рисунка от решетки конечно вы не увидите потому что они черные прошла буквально минута все подсохли булочки запах жареного хлеба да вон даже видно чуть следы от решетки ну и с оставшимися сделаем то же самое буквально по минуте на гриле с булками закончили теперь обжарим бекон разделим его на полоски и прямо так полосками будем жарить запах жареного бекончика пошел обалденный сейчас до румяной корочки его также пойдет в наши бургеры что прям золотистый золотистый получился хотелось бы чтобы он такой слегка хрустящий получился немного скрытый полоскоп я не бываю слегка хрустящий столясь обжарили бекон вот до такого состояния до слегка с хрустинкой обалденно получилось потом бургеры будем докладывать сейчас начнем делать котлеты жарить и в принципе собирать будем бургеры так что смотрите слегка руки смочил маслом что фарш не прилипал формируем такие шарики грамм наверно у нас 10 бу я на вид приблизительно грамм по 200 как раз формируем котлету котлета должна быть больше булки потому что когда мы ее будем жарить она ну где-то на четверг точно уменьшится ужарится я думаю вот такие вот будет нормально и по толщине примерно полтора сантиметра такие котлетки будут сейчас налепим будем жарить потом покажем вам как жарим решили жарить по две котлеты так как неудобно на доске но не влазит больше сейчас две поставим и опызает пока будут жариться я буду лепить другие выкладываем на раскаленный гриль слегка и и прижимая и по две минутки по 2 с половиной может быть с каждой стороны прошло две минуты переворачиваем котлету вот такая такой рисуночек у нас от решетки вторую сейчас также также переворачиваем вторую кладем сверху по два кусочка сыра мы же для себя делаем поэтому по два и накрываем крышкой еще на две-три минутки с другой стороны ну прошло у нас еще три минутки котлеты полностью прожарены выключим пока мы сейчас два бургера соберем отдегустируем а потом уже для своих домашних дожарим остальные например начнем собирать это крышечки сначала смазываем обильно соусом булку теперь сверху кладем салат листья салата айсберг так в хаотичном порядке сверху у нас идет котлета уже с сыром который расплавился дальше помидорки лучок и соленые маринованные огурчики но это кто как любит возможно кто другие ингредиенты предпочитает можно также сладкий перец вот эту халапенью есть маринованный такие здоровенные бургеры получились и лучок кольцами разъединим колечки и последний шаг сверху по два по три кусочка бекона кладем мы тоже кому как нравится это на любителя но обязательно обжаренного прям такой он хрустящий получается накрываем крышечкой класс и все вуаля бургеры готовы бургеры от имха крутые олег да мне тоже внешний вид очень нравится прям не терпится попробовать я буду пробовать скажем что получилось все налетаем то я не знаю как есть такой здоровый весит наверно грамм 400 этот бургер я думаю одним бургером будешь сыт сто процентов ну как как котлета котлета прожарена в целом все потекло как я и подозревал в целом очень сочно но есть неудобно здоровый но вкусный капец реально если поесть такой бургер в магнанец вы никогда не пойдете вот я вам честно говорю короче я есть ребята ну в принципе все заканчиваем видео олег сегодня просто мега бургеры у нас я даже из честно не доел один олег вот под видать или борщ или я с трудом доедаю по чесноку говорю просто живот уже но с трудом через силу ем честно вкусный и сытный просто кобец бургера у нас сегодня очень крутые очень сытные примерно один как пять или шесть макдональдс как три бигмака один короче примерно так по сытности ребята кому понравилось видео как всегда ставьте лайки кому не понравилось тоже палец вверх подписывайтесь на наши соцсети ссылки будут все в описании но в принципе все а ребята всем пока пока ребят